Я хочу поговорить о нашем отношении к людям. Вот если спросить любого из нас, как мы должны относиться к людям? Ну что мы скажем? С любовью, да? Или к человеку мы должны относиться так, как мы хотим, чтобы человек к нам относился. Но всё правильно, оно всё правильно. Но вот первое, на что стоит обратить внимание, ведь люди бывают разные. И вот если просто даже так прочитать Евангелие, я не то чтобы конкретно искал всё это, сразу на память пришли следующие категории людей. Есть те, кого Евангелие называет своими по вере. И Евангелие очень чётко говорит, как мы должны относиться к своим по вере. Да? Они должны быть на первом месте у нас. Следующее. Евангелие говорит, что есть люди, которые находятся в категории врагов. Мы как-то даже порой нам трудно сказать, ну что, неужели вот мы кому-то враги? И мы нет. Но у церкви во все века были враги, и остаются враги сегодня. И Писание очень чётко говорит, как мы должны относиться к врагам. Есть люди, о которых Писание говорит, что это внешние люди. То есть они не враги церкви, но это и не воцерковлённые люди, ну внешние люди или ещё их называют неверующие. И Писание тоже говорит, как нужно относиться именно к внешним людям. Осторожно, да? Дорожа временем. Почему-то так Писание говорит об отношении к внешним людям. Есть категория людей, которых Писание называет еретики. То есть это люди, которые находятся в каком-то ложном учении. И Писание тоже говорит, как мы должны относиться к еретикам. И прямо Библия говорит, еретика после первого-второго вразумления отвращайся. Вот у меня сразу вопрос, а когда мы будем отвращаться от человека, это любовь? Вот Писание так говорит. Я хочу сегодня обратить внимание ещё на одну категорию людей и поговорить немножко более подробно об этой категории людей и о том, каково должно быть наше отношение к таковым людям. Отлученные люди. Есть люди, которые отлучены от церкви. И Писание очень ясно и чётко говорит, каким образом мы должны к таковым людям относиться. И вы знаете, что интересно, к великому сожалению, нужно отметить, что верующими людьми очень часто просто пренебрегаются конкретные повеления Евангелия о том, каким должно быть отношение к отлученным людям. И очень часто, нарушая эти Божьи, в общем-то, заповеди, верующий человек оправдывает это нарушение тем, что он говорит, это моё проявление любви. Вот я хочу, чтобы мы сегодня об этом немножко поговорили. И прежде всего хотел бы коснуться самой практики отлучения. Правда, это неприятный вопрос, братья и сёстры? Вот отлучение, вообще, когда стоит вопрос отлучения, это чрезвычайно неприятный вопрос. И мы как-то не очень хотим об этом вообще-то говорить. Но тем не менее, отлучение – это опять же евангельская заповедь. И сегодня я прочитаю некоторые тексты, и нужно ещё отметить, что среди верующих бытует такое очень превратное понимание того, что отлучение, если человека отлучили, это значит, его выгнали из церкви. Слышали такие рассуждения, братья и сёстры? Я много раз слышал, как представитель, вот человека выгнали, с ним обошлись без любви, и так далее, и так далее. Кстати, очень часто, вот говоря о таких вопросах, люди спекулируют именно этим словом «любовь». Любовь, любовь, любовь. И получается порой, что самые нелюбящие люди – это служители церкви. Серьёзно. И вот знаете, много раз сталкиваясь с этим, я прихожу к следующему выводу. Вообще-то добрым быть трудно. Согласитесь, что добрым быть трудно, но очень легко быть добреньким. Разницу чувствуете? Быть добрым и добреньким. Отец, он добр к своему сыну, и он говорит ему «не кури». И знаете, может быть, ещё и по губам надаёт, и может быть, накажет, а добрый дяденька ещё и сигаретку даст. Вот это доброта и быть добреньким. И, братья и сёстры, к сожалению, очень часто многие люди хотят быть добренькими. Не добрыми. Не заповеди Божьи соблюдать, а именно добренькими. И вот именно с этой стороны идут эти рассуждения, выгнали человека. Но как же быть тогда с конкретными евангельскими повелениями? Ну как с ними быть? Может быть, их просто нужно уже вычеркнуть из Евангелия? Убрать на какую-то дальнюю-дальнюю полку, куда мы и не заглядываем. Как быть с этим? Отлучение. Это библейская форма воздействия на человека. И это одна из форм дисциплинарного взыскания за совершённый грех. Это дисциплинарное взыскание в церкви. И второе, когда человек, с которым не получается больше работать на уровне людей, я ещё прочитаю эти тексты, его просто предают в руки Божьи. Это тоже отлучение. И говорят, Господи, мы хотим, чтобы теперь Ты сам работал с этим человеком. И, кстати, нужно сказать, что отлучение было известно как во времена Ветхого Завета, так и во времена Нового Завета или во время Церкви. Я приведу некоторые примеры из Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 9 глава. Помните, там Господь Иисус Христос совершил великое чудо. Он исцелил человека слепорождённого. Он был слепым от рождения. И ученики там даже такой интересный вопрос задали. Господи, а кто согрешил? Он или родители его, что он родился слепым? Странный вопрос, правда? Как он мог согрешить до рождения, что родился уже слепым? Но вот Господь опускает все эти рассуждения, Он просто решает эту проблему человека. Он чудесным образом возвращает Ему зрение. И тут начинается расследование врагами Иисуса Христа, которые, кстати, были очень верующими людьми. И они начинают допытываться, действительно ли это тот человек, или может быть он похож на него. И кого они приглашают, помните? Они приглашают родителей этого слепорождённого и говорят, это ваш сын? Они говорят, наш сын. И они побуждают и подталкивают их к тому, чтобы они стали объяснять, а родители уклоняются от ответа. И помните, был какой мотив, почему они уклонялись от ответа? Потому что написано так, Евангелие от Иоанна, 9 глава, 22 стих. Так отвечали родители Его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает Его и Иисуса за Христа, того отлучать от синагоги. Это Ветхий Завет. То есть была эта практика в Ветхом Завете отлучение от синагоги. С чем это связано, мы ещё сейчас поговорим. Но давайте мы обратимся к Новому Завету. Я прочитаю тексты с 1-го послания к Коринфианам, 5-я глава, с 1-го по 5-й, и потом часть 13-го стиха. 1-го послания к Коринфианам, 5-я глава. Апостол Павел пишет. Мы такие тексты редко прочитываем в собрании, но они есть в Священном Писании, и мы никуда от них не денемся. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. И при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вашей, сделавший такое дело. Изъят был из среды вашей. А что значат эти слова? А это отлучение, братья и сестры. Это и есть отлучение. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы, находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашим во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Вот оно, отлучение. И еще, в конце этой главы Павел говорит, «Итак, извергните развращенного из среды вас». Отлучение. Это отлучение. Извергнуть развращенного есть отлучение. И вот эти тексты, они очень ясно показывают, что отлучение является абсолютно нормальной практикой жизни церкви с первых веков. И более того скажу, церкви, в которых упразднили отлучение, сегодня немало таких церквей. Братья и сестры, такие церкви обречены. Такие церкви обречены, чтобы умереть. Мы иногда очень неправильно пользуемся какими-то библейскими обетованиями, и мы сразу вспоминаем текст, «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Все правильно. Но это обетование, которое дано конкретной церкви, поместной. Нет. Это обетование, которое имеет отношение к Вселенской Церкви. Иначе мы бы не видели сегодня массу домов молитвы закрытых, домов молитвы, которые превратились в какие-то ночные клубы, или бары, или еще что-то. У нас в центре Грешема здание, очевидно, это здание церковное, но там сейчас бар. А куда делась церковь-то? Что, ее врата ада одолели? Да, одолели. А почему? А потому что Евангелие не держались. А потому что на грех закрывали глаза. А потому что, скорее всего, упразднили отлучение. И еще какие-то церковные взыскания. И горькие корни, которые стали расти там. Они заквасили всю церковь. И осквернились многие люди. И община угасла. Обетование о том, что врата ада не победят церковь, оно имеет отношение к церкви только когда там неуклонно держится Евангелие. А если церковь уклонится от Евангелия, угаснет этот светильник. И Господь сам говорит, помните, я приду и сдвину светильник. Это очень важный вопрос. Итак, первое, на что я хочу обратить внимание. Братья и сестры, мы грешим, когда начинаем рассуждать. Отлучили это, значит, выгнали. Верующий человек не может так рассуждать. Тем самым вы ставите себя выше Бога. Бог говорит, что это нужно делать в определенных случаях. А вы говорите против Бога. Подумайте об этом. Итак, с чем отлучение связано? Кстати, еще одна такая неприятная мера церковного воздействия на человека – это замечание. Там намного больше, так сказать, спектр возможностей. Есть устные замечания, есть замечания, которые может сделать пресвитер. И замечание обычно связано с конкретным временем, когда определяется, вот человеку дается, допустим, 3 месяца или полгода. И за это время человек должен либо покаяться, привести в порядок свою жизнь, либо человек должен быть какой-то следующий шаг, если он не кается. Следующий шаг – это отлучение. Но замечание не может быть более чем полгода. Отлучение не имеет срока. И во многом завершение отлучения напрямую зависит от кого? От самого человека. То есть, как только человек покается, условия эти оговариваются, как он может это сделать и как он должен это сделать. Как только человек кается, сразу начинает работать механизм восстановления его в церкви. Это порой берет больше времени или меньше, но сам механизм восстановления человека в церковь запускается. С чем отлучение связано, когда человек отлучен? Я хочу, чтобы здесь было очень правильное понимание. Ведь вы знаете, какая ситуация? Далеко не все отлученные соглашаются с тем, что их отлучили. И я знаю массу примеров, когда человек отлученный, он говорит, это вы меня отлучили, а Бог меня не отлучил, и он переходит на следующую такую ступень в удалении от Бога, когда он начинает, допустим, ругать служителей, пресвитера, братский совет, когда он начинает злословить церковь, к примеру. Это нередкое состояние. И очень часто такой человек приходит в собрание и начинает бесчинствовать, вести себя самым настоящим образом бесчинно. Я знал одного человека, сейчас он уже в вечности, прямо на пороге смерти он покаялся. Вот этот человек, он был многие годы отлучен. Но знаете, что он делал? Он приходил в церковь, и у нас там были не такие условия, как вот здесь. У нас не получалось склоняться там на колени ввиду малого места. Просто не было места. Все поднимались, стояли на ногах во время молитвы. И вот этот человек, вот когда мы говорим, я из любви нарушаю вот эту Божью заповедь, даже не есть за столом, и на какие-то свои общения, приглашаю отлученного человека, берегитесь, чтобы вы не оказались в роли вот этой бабушки. У вас не получится быть добрее Бога. И смотрите еще какая проблема. Когда человек отлученный, ну мы не должны от него шарахаться, как от прокаженного, естественно. Мы можем его и поздороваться с ним, но никогда мы не должны приветствовать его братским поцелуем, потому что это поцелуй братский, именно тех людей, которые участвуют в вечере Господней. Но поздороваться мы с ним можем. Но когда мы входим вот в такое близкое общение с человеком, вы знаете, что происходит? А такой человек получает поддержку. Он ободряется и говорит, вот видите, а в церкви не все даже согласны с тем, что меня отлучили. И что происходит? А этот человек не торопится каяться. Подумайте вот о чем. А если он умрет в таком состоянии? Не получится ли, что часть вины за гибель этого человека будет на вас? Потому что вы, наперекор Божьему Слову, были добренькими. Подумайте об этом. А теперь второй момент. Ведь общение с отлученным приносит опасность и тому человеку, который общается с ним. Я прочитаю один текст из послания Иуды. 21, 22, 23 стихи. «Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. Исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Какую опасность может представить для нас одежда? Какую? Почему мы должны гнушаться этой одежды? Да потому что мы во плоти, братья и сестры. Потому что сатана может подойти и искусить так и там, где мы и думать не будем. И поэтому Писание говорит «со страхом, делайте это со страхом». И я вам более того скажу, далеко не все призваны к тому, чтобы увещевать, обличать, работать каким-то образом с отпавшими, отлученными людьми. Это очень нелегко. Это очень нелегко. И даже когда пресвитер берется за вопрос, допустим, отлучения, он прекрасно понимает, что сейчас будет происходить. Это будет духовная борьба. Это будет серьезное противостояние. Даже из числа верующих, которые будут нападать на того же пресвитера. Но ведь, конечно, намного проще прийти, похлопать человеку по плечу и сказать «Не унывай, все нормально, Бог тебя все равно любит». А ты отвечаешь за свои слова? Когда-то у нас был такой случай. Один человек, я не буду говорить, где это было, в одной церкви его взяли на дисциплинарное взыскание. Но в другой церкви пресвитер пошел на то, что перешагнул через это решение церкви и принял его в церковь. И вот, знаете, я был вовлечен во весь этот процесс. Прошло некоторое время. Я пришел к этому человеку, пресвитеру. И я говорю, я хочу задать вам один вопрос. Вот вы взяли на себя такую ответственность. «А вы уверены, что этот человек войдет в Царство Божие после того, что в церкви он до сих пор находится, в общем-то, на взыскании церковном?» И вы знаете, этот пресвитер со скорбью в голосе сказал «Я не уверен». То есть что-то было сделано по плоти, человек пошел на этот шаг, а сердце не имеет покоя, не уверен, и я не уверен. А что теперь делать, когда уже вот такая «доброта» в кавычках была проявлена? А теперь выправить-то этот вопрос намного сложнее, братья и сестры. И поэтому Писание предупреждает нас «Не сообщайся». Ты обязательно сделаешь какой-то неверный шаг. Ты обязательно сам попадешь в проблему. Я приводил этот пример, но приведу его еще один раз. У меня был достаточно близкий мой знакомый, хороший человек, и Бог через него очень много делал. И вы знаете, у него такая работа была с людьми, и очень хороший специалист он был в своей области, и вот я помню, я встретился с ним, он говорит такими интересными словами. Я говорю, откуда ты всех этих слов взял? И только вот такой лексикон вообще не наш. Он говорит, это мое все. Знаете, а потом он начал обличать, ну, пресвитера там где-то собрались, я не был на той встрече, просто беседует о жизни. Он говорит, братья, о чем вы говорите? У вас какие-то такие разговоры плотские. И вы знаете, он аж встал из-за стола, ушел, вот такой воспылал в нем праведный гнев, что при свитерании о том говорили. Недолго так продолжалось, а потом он как покатился вниз, и до сих пор катится много лет, полное кораблекрушение вере. А потом мне довелось с ним встретиться, и выяснилось, он работал на своей работе. К нему по его работе обратился один отлученный за лжеучение человек. И он работу взял. И когда он работал, этот отлученный человек был вместе с ним. Несколько дней это дело продолжалось. И он-то работал над своей работой, а этот отлученный человек работал над ним. И он настолько его увлек, что этот человек оказался вот в таком ужасном положении. Поэтому Писание не просто говорит, а других страхом спасайте, и сторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждаю, оскверненную плотью. Но, братья и сестры, это очень серьезный вопрос. И не будьте здесь небрежны. Я заканчиваю. Я сейчас буквально несколько мыслей еще выражу, и мы будем молиться. На самом деле, знаете, в чем проблема? Вот когда люди общаются с отлученными, и получается, ну как, они не могут прямо сказать, допустим, в церкви, братья, ну, неправильно рассмотрели. И в то же самое время они не хотят испортить отношения с этим человеком, они хотят быть добреньким по отношению к нему. И человек находится в таком состоянии, ну, как бы и против заповедей Божьих вот так прямо идти страшновато. А в то же самое время не хватает твердости сказать, слушай, ты отлученный, я не могу с тобой общаться, ты, пожалуйста, покайся побыстрее, и я буду рад восстановить отношения с тобой, и приходи тогда ко мне в гости, и будем сидеть вместе кушать, и чай пить, и беседовать. А пока я не могу общаться. Человек проявляет малодушие. И вы знаете, оказывает вот этому отлученному человеку на самом деле медвежью услугу, как говорят. Он бы, может быть, давно уже и покаялся бы. Да он находит поддержку у верующих людей. И другие верующие люди на свою душу берут грех. Вот, братья и сестры, подумайте об этом. Конечно, это все совершенно в другом ключе идет, когда кто-то из родственников в таком положении. Там несколько иное отношение, особенно если отлученный живет с нами в одном доме, мы не можем с ним не есть за одним столом, мы не можем с ним абсолютно избежать каких-то общений. Но тоже надо быть очень осмотрительным, о чем мы с ним говорим. Надо быть очень осмотрительным. Подводя итог. Первое. Практика отлучения – это библейская практика. И неправильно говорить, что человека выгнали из церкви. Это грех перед Богом, так говорить. Следующее. Основное правило в отношениях с отлученными – не сообщаться. Человек должен знать, что он отлучен. И третье. Подобное поведение важно как для самого отлученного, так и для других членов церкви. Благослови нас, Господь, и будем стараться учиться мыслить по-библейски. Аминь. Помолимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...